Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости моего канала. Сегодня рубрика у нас «Итоги ремонта». Итоги ремонта аппарата. Это аппарат с предыдущего видео, улов с барахолки. Я купил этот аппарат в нерабочем состоянии. И вот в одном из комментариев мой подписчик Юрий Клещев. Заранее прошу прощения, может быть неправильно произношу. Ну вот, подписчик пожелал увидеть продолжение этого видео. То есть, что можно было сделать с этого аппарата. Я, как говорится, перчатку принял. Вызов был принят. И вот сейчас я сделаю такой экскурс. Как аппарат восстанавливался. Что было сделано. Сейчас видео это я немножко прерываю. Вставляю дальше именно кусочки с тех моментов, где я ремонтировал. Ну и дальше уже сделаем обзор полностью того, что удалось сделать. И того, что не удалось сделать. Разобрал я 939. Что показала дефектовка. Трансформатор мертвый. Не звонится первичка. Не звонится, не звонится. Ни на 110 вольт, ни на 220 вольт. Видать, его кто-то пытался включать. Также на правом LPM не работает мотор сгоревший. А левый LPM был, приехал, когда уже все это дело я открыл, без прижимных роликов и без запчастей. Значит, что я сделал. Я с правого LPM перекинул на левый LPM. Левый LPM я заработал, все хорошо. Почему на левый перекидывал? Потому что я посмотрел крышки батарейных отсеков, кассетоприемников. И решил, что, скорее всего, я левый сделаю. Проще мне будет сделать левый. Однако, правый мне удалось очень хорошо склеить. Очень ровно получился. Дай Боже здоровья тому, кто придумал клей дихлоретан. Не знаю, тут будет видно или нет. Я усилил. Склеил. И вот так вот получился у меня левый карман. Точнее, правый карман. Очень даже неплохо. Тут я по мордочке подровнял. Более-менее так получилось. Значит, что еще по морде осталось? Полирнуть стекло. Потому что есть царапины. Такие сильные царапины. Вот. А теперь, значит, дилемма в чем становится. Я ремонтирую сейчас левый подкассетник. Вот так я вклеил оську. Сюда подобрал более-менее с донора. По размеру я потом ее подрежу. Она сейчас клеится на дихлоретане опять-таки. Но. Ой, крышка. Она тут треснута со всех сторон. То есть я ее сейчас вот так вот стянул изолентой. Клеится сам шов. Ну, что делать вот с этой дыркой? Я пока не принял решение. Тут, в принципе, три варианта. Можно в дихлоретане растворить пластмассу. Залить. Ну, дорого будет. Можно залить будет клеем. Эбоксидной смолой, точнее. Но могут быть пузыри. И третий вариант. Скорее всего, я к нему больше придерживаюсь. Сделать сюда латку. Вот так вот вылепить с холодной сварки. То есть подложить вот так с одной стороны ровную поверхность. А с этой стороны вот здесь вот долепить все это. Ну, как-то такой вот колхоз получится. Ну, у меня нету таких крышек. Так, ничего я сделать с этим не могу. Так вот, значит, опять-таки о дилемме. Что делать? Перекидывать все, опять-таки, слева подкассетника на правый. Перепаивать мотор. Или оставлять левый только рабочий. Как-то левый будет такой вот горбатый. Не знаю я пока. Пока я в растерянности. Что еще было с самим аппаратом? Я когда поменял трансформатор, благо у меня был в запасе. Все равно кассетные дыки, они не работали. Моторы не крутились и напряжение не подавалось. Значит, что было? Сгоревшие были два сопротивления. Сейчас я их вот тут вот так вот. Вот они. Вот два штучки. Я их показываю. Вот эти два были сгоревшие. Но я-то их поменял. Причем сгорели так жестко, что даже аж немного подплавили дорожки. Я их поменял, но все равно один из моторов все-таки не работает. Так, в принципе, по плате все нормально. Посмотрел, пропаял перемычки здесь. Здесь вот радио. Радио тоже беда-бедой. Сама шина была треснута в четырех местах. Значит, вот здесь вот я наложил шину с нашего суперклея, чтобы быстро было, можно было схватиться. Точнее, я и схватился быстро. А вот здесь вот уже пришлось мне накладывать такую шинку и заклеивать дихлоретаном. И еще осталось, еще осталось где тут. Ух ты. Уже не вижу где-то еще. У нас одна была. А вот, вот-вот-вот-вот. Еще вот здесь вот надо будет шину наложить. Само радио работает, но почему-то очень тихо принимает. Не пойму почему. Надо будет разбираться. Принимает, но исходящий сигнал очень тихий. А так, в принципе, аппарат на всех сигналах, то есть и от кассетной части нормально работает, и линейный вход только радио. Получается тихо, надо будет с ним разбираться дальше. Купил я левую колонку. Вот я ее сейчас разобрал. Часть моется. Ну, как обычно, в семье не без урода. Спасибо хорошим продавцам. Вот смотрите, какая колонка приехала. Вот это все. Опять-таки левая, опять левая сторона. Такое впечатление сложилось, что колонка с одного и того же магнитофона. Полностью отбит крепеж. И когда я ее устанавливаю на сам аппарат, не крепится, не держится. То есть тут тоже придется что-то мне наклеивать. Или вообще психану, возьму двухсторонний скотч, налеплю сюда полоску большую, приклею один раз и на этом все закончится. Не знаю пока как. Но это ж не все сюрпризы по левой колонке. Из пяти кронштейнов туда у нас закручиваются шурупчики. Отбиты три. Раз, два, три. Но то это еще было полбеды. Это все можно приклеить. Посмотрите, как отбилось. Дыра насквозь. Знаете? Здесь и вот здесь вот. Да, блин. Саму решетку я помыл. Уже преобразователем ржавчины прошелся. Видите, вот тут ржавчинку поотъедало. Осталось покрасить. Думаю, сегодня, завтра я его полностью соберу. Единственное, все-таки у меня вопрос по левому ЛПМ. Так мне не хочется пересобирать. Вы себе приставить не можете. Не знаю, может кто-то знает, может кто-то не знает. Для кого-то это не будет секретом. Вот эти вот наставки, которые блестящие. Видите, сверху они всегда очень сильно затираются и страдают. Самый простой способ, как их обновить. Берем вторую колонку. Снимаем их две и просто меняем местами. И при этом мы ее переворачиваем. Вот так. Вот тут просто залапано. И получается у нас красивый-красивый верх. А снизу это уже ничего видно не будет, потому что она туда в паз уйдет. Но тоже опять-таки есть свои царапины. Не знаю, зачем я взялся за восстановление. Все-таки, наверное, надо было его крушить, ломать и оставлять в запчасти. А то он мне тут в золотой выйдет. Ну, продолжается вся эта эпопея с этим шарпом. Пришлось мне все-таки перекинуть мотор на правую деку. Ну и что? Смотрите, какая беда. Ах, тут кассета еще веселая. Перемотки, пожалуйста. Все хорошо. Все заработало. Автостоп заработал. Нажимаю play. Все. Ничего не происходит. Ой, он мне все уже мозги, честно говоря, вынес. Ох, зря я вот это вот ввязался в эту авантюру с его восстановлением. Финальная сборка. Все. Левый LPM вот в таком он состоянии. То есть считайте, что его нету. Победил я правый. Сделал я. Там всего-навсего. Ну, пришлось 4 раза мне его разобрать, чтобы я понял о том, что там одно коромысло соскочило с пружинки. Все, работает все хорошо. Кассетка. Правда, запись тут такая. Но это чтобы YouTube не выеживался. Подкрасил, как я люблю делать спектроанализатор. Значит, если будете спрашивать, как я крашу, вот такие вот есть закладочки. Они на самоклейке. Берете вот так вот одну самоклейку, складываете ее. В 4 раза хотите, в 5 раз складываете. И засовываете вот таким макаром. Вот у меня вот старенькая есть. И вот сюда, вот так вот, в одну из ячеек. И запихуете. Ну, там подрезается ножничками. В принципе, мне нравится, когда вот так спектроанализатор выглядит. Как-то повеселее, повеселее становится. Ну, теперь что? Осталось накинуть кнопки. Собрать морду за морду. Я, в принципе, уже потом буду говорить. Значит, как я и предполагал. Правая у меня дека все шикарно. Все получилось. Крышечка. Ну, а левая схибов. Ошибку сделал. Чуть-чуть не соблел я соосность. Ну, значит, она будет у меня навсегда. Осталось, значит, мне отполировать корпус. Потому что вот эти вот. Ой, белые разводы. Это я все поубираю. Опять-таки, кто будет спрашивать, чем я это делаю. Я раньше использовал вот такой вот полироль. Хелпикс автомобильный. Но, честно говоря, я больше к ВД-40 склоняюсь. ВД-шка все-таки полирует пластик лучше. Мне больше нравится эффект. Вот сейчас я вам покажу. Вот левую часть. Вот я пропшикаю. И правую часть пропшикаю. И вот так вот. Вот эту вот часть я натру. Это ВД-шка. Посередине будет ничего. А левая часть, вот это Хелпикс. Сейчас оно подсохнет. И посмотрите разницу. Вот. ВД-шка. ВД-шка дает больше блеска. Но только нужно все очень-очень хорошо ВД-шку вытирать, вытирать, вытирать. Автомобильный, ну, мне не нравится. Я вам честно скажу, ну, не то. Не то пальто, вообще не то пальто. Значит, дальше что по колонкам. Покрасил гриль. Все нормально. В принципе, все, сборка окончательная. Начнем слева направо. Колонку я купил. Помыл. Покрасил гриль. Единственное, так я и не сделал момент, чтобы она не отстегивалась, точнее, не отстегивалась. Чтобы она крепилась. Вот так вот она остается в таком подвижном состоянии. Ну, там два варианта, в принципе, есть. Или на двухсторонний скотч его приклеить, ее колонку. Или все-таки пытаться что-то выклеить. Вот так выглядит тушка. Значит, в двух словах, опять-таки, подытоживаю. Отполировал стеклышко, слава богу. Часики там промыл, все нормально. Контакты зачистил, часики пошли, начали работать. Тюнер чуть-чуть подпаял. Там в одном месте только было или в двух, или в одном. Тюнер заработал. Все хорошо, дальше я покажу. Облезла при мытье вот эта вот накладка. Стала она ярко-ярко белой. Стеклышко пришлось менять. Я то стекло, которое треснуло, подклеивал дихлоретаном. Пытался его полировать. Ничего из этого хорошего не вышло. Я поменял на другое. Более-менее, но похоже. Хуже всего обстоят дела у меня с карманами. Давайте поближе возьму. Больше всего у меня не получилось сделать сам левый карман. В чем я сделал, допустил я ошибку. Что когда я клеил оси, я их клеил на дихлоретан. Дихлоретан быстро не схватывается. Надо было, наверное, сначала подсадить хоть чуть-чуть на суперклей. Выставить соосность. А уже после этого заливать дихлоретаном самим. И что получилось? Наверное, я где-то дернул. И соосность у меня не соблюлась. Не соблюдилась. Извините. И левая крышка вот так вот плохо теперь открывается. Плохо закрывается. Так как я говорил перед этим, перекинул, я сделал рабочую деку левую. Значит, вот этот вот кусочек, который был у меня отломан. Залепил холодной сваркой. Подмазал. Подкрасил. Ну, честно говоря, получилось колхозно. Очень колхозно. Мне не нравится. Ну, это такой ремонт был. Это не ремонт. Это... Ну, лишь бы так сильно в глаза не бросалось. Правая дека. Здесь, слава богу, все хорошо получилось. Все отлично. Я ее подклеил. Отлично она работает. Соосность полностью соблюдена. Ну, я аж сам собой доволен. Все хорошо работает. Тут все отлично. Счетчик. Ну, в принципе, больше по самому аппарату, по внешней части я ничего не делал. Верхняя часть магнитолы. Вот так вот после бани. После того, как я натер полиролью. Вот эта вот часть здесь был дефект. Я пытался немножко полирнуть, стереть. Но не особо получилось. Но, по крайней мере, лучше, чем было до этого. Обратная сторона магнитолы. Что мне удалось сделать? Я подобрал антенну. И я скажу так, что она до такой степени похожа на оригинальную. Это я в своих закромах просто ее нашел. Что даже боюсь, как бы вообще это была, может быть, полностью оригинальненькая антенка. Вот гляньте, как она защелкивается. Ну, как и была. Внешний вид сзади. Все вымыл, все вычистил. Честно говоря, сзади мне аппарат гораздо больше нравится, чем спереди. Теперь, что до работоспособности аппарата. Работает он, ну, я бы сказал бы, наверное, на 70%. Так как не было смысла восстанавливать левую деку из-за кармана. Да и опять-таки половину запчастей не было. Вот, левую деку я, наверное, просто вот так чуть-чуть подклею, чтобы она здесь не выпирала. И будет нормально. Радио. Вот FM. Все отлично принимает. В стерео, то есть вопросов нет. Подкрасил. Ну, вы видите, как работает мой спектроанализатор. Сейчас возьму поближе. Теперь это будет моя фирменная фишка. Фишечная фирма. Вот так вот верхние красненькие. И чуть-чуть с розовеньким. Кассетная часть. Кассета, кстати, с предыдущего видео по обзору демонстражек. Шарп. Вот как раз здесь и запись. Та, которая была. Регуляторы ничего не хрипят. Что-то там крякнуло. И запись, кстати, очень хорошая. Реверс. О, а тут уже кто-то что-то писал. Ну, я такой репертуар не сильно люблю. Перемотки. Счетчик тоже работает. В обратную сторону. Ну, видео перед этим. Ну, эти кусочки были. Очень я много потратил времени на восстановление ЛПМов. Очень даже много. Ну, все сделал. Слава богу, все работает. Ну, и в завершении. Стоило ли вообще браться за такой ремонт? В принципе, теоретически, наверное, да. Стоило. Если бы у меня хотя бы была целая вот эта вот накладочка. То, что я неправильно там склеил ось. Как говорится, ломать не строить. Можно было все это дело выпилить заново. И это опять припаять. И приклеить. Но. Накладка отвратительнейшая. Плюс был сгоревший мотор нерабочий. Один. Но, опять-таки, это все можно было поставить. Ну, а с учетом того, что левая дека вот так вот себя ведет. Точнее, левый подкассетник. Дальше судьба этого магнитофона. Оставлять его себе смысла не вижу никакого. Пойдет он просто на продажу. Где он будет стоять? Я бы, если я поставил бы, к примеру, в предбаннике. Или где-нибудь на улице летом в беседке. Он бы красиво моргал. И его не было бы жалко сильно. Ну, опять-таки, может быть, у кого-то есть сейчас карманы лишние. Можно. Можно его и дальше доделать. Но слишком у него косметика на три. Я бы сказал, даже на три с минусом. Вот такое получилось видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Опять-таки, привет подписчику. Юрий Клешов. Ну, извините. Я работаю для вас. Всем мира, добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...